Правда ли, что 200 миллионов рублей ты заработал на хазбике, а ему всего лишь 8 миллионов дал? Я с вами не разбрасываюсь, потому что это слишком... Так не получается. Тебе никто не даст так сниму. Ты кинул 1xbet на 10 миллионов рублей. Вы кинули 1xbet на 10 миллионов рублей? Ну вот его старший, я не знаю кто. Мне его старший никто не может делать. Он сам лично сказал. Это ложь. Нет, там... Как так? Не нужно мне там... Хазблэ в принципе не против был сниматься с тобой в роликах. Ты в 18 лет сидел в тюрьме за кражу. Ты откуда это? Есть ли у тебя какая-то ненависть к Мише Литвину? Нет, давай не будем, давай не будем. Конечно не будем. Ты когда встреваешь разговоры, конечно не будем. Мне предлагаешь 50 миллионов рублей за то, чтобы я не то что гонку не закинул, а какой-то отрезок момент не закинул. Давидыч записал вам вызов, но вы ему не ответили и не заехали с ним. Вы испугались. Ты реально меня боишься. У нас с тобой был серьезный, грубый разговор. Я знаю про тебя настолько много информации. Ты сажешь ешку? Я чисто вдвоем отойдем. Успокойся. Вот так не надо. Так, вы в комментариях фанаты в Engelby и в том числе Ахмед говорит, что я много вру, да? Именно поэтому мы сегодня пришли. Я пригласил Ахмеда пройти детектор лжи. Ты готов, Ахмед? Да. Вот. В общем, мы готовы. Можно подключаться и уже начинать. Давай. Я хотел бы, чтобы вы рассказали про это все. Можно ли это обмануть? Ребят, всем привет. Меня зовут Сергей. Моя фамилия Масленников. Я профессиональный полиграфолог. Занимаюсь этим уже больше 12 лет. Сейчас мы будем проверять наших героев с помощью полиграфа. Это самое настоящее оборудование, современное, дорогостоящее, которое используется во всех специальных структурах. И мы точно будем знать, говорит нам человек правду или врет. Смотрим. Волнуюсь ли я? Честно сказать, нет. Вот я готов все рассказывать. Волнуешься, я вижу. Ну да, есть такое. Давай так, твое волнение, оно никак не повлияет. В любом случае за это максимум, что будет за это, это будет хейт с вашей стороны. Это фанаты Ахмеда и все. Мне как бы все равно на ваш хейт. Можете писать все, что угодно. На самом деле я не верю вообще в этот полиграф, что он работает. Мне кажется, его можно 5 секунд обмануть. Зависит от твоей уверенности в себе. Поэтому вы попробуйте мне хотя бы базовые вопросы задать, чтобы удостовериться, что он как-то работает. Ну, чтобы вы не знали при этом ответ на вопрос. А я для себя знал, для себя, чтобы понял. Я уверен, что Асхаб не волнуется. Не потому, что он там что-то скрывает и так далее. А потому, что ему просто плевать. Плевать на кого? Он и так в цвет обманывает. Он и так в цвет обманывает. То есть какая там разница, спалится это или не спалится. Люди и так знают, что он врет. То есть ничего нового здесь не откроется. Вот именно, вот именно поэтому я и говорю, лучше быть, чем казаться. Мы пришли посмотреть сегодня, кто из нас лицемер, понимаешь? Лучше быть вруном, да? Да. Чем казаться якобы хорошим, а на самом деле это являетесь хуже, чем я в разы. Мы сегодня это проверим. Давай, давай. Ну что, друзья, это последний выпуск перед гонкой. Сколько у тебя уже этих последних выпусков было? Подожди, не перебивай. Можешь не перебивать. Это последний выпуск перед гонкой. Было много что сказано. Огромное количество комментариев. Под последним выпуском 100 тысяч комментариев. И все эти комментарии от фанатов Ахмеда. Это молодые ребята 12-13 лет, которые особо ничего не понимают. И думают, и верят в вам Ахмеда. Я сегодня... Что? Твои подписчики, которые меня хотят, можешь зайти посмотреть. Я уже смотрел. Хорошо. Ничего хорошего. Сегодня... Слушай, не перебивай. Слушай, не перебивай. В смысле? Не нужно перебивать, подожди. Ну ты разговаривай, разговаривай. Сегодня мы встретились выяснить. Я готов ответить на любые вопросы Ахмеда. Также мы подготовили заранее вопросы наших подписчиков, которые нам будет задавать Дима. Так что погнали. Я готов полностью. И посмотрим, кто балабал, а кто нет. Ахмед из себя строит такого хорошего. Но вы, который сидящий за кадром, особо ничего не понимаете. Можно вести себя, знаете, там... Короче, погнали. Я чуть честно сказать, чуть-чуть волнуюсь. Все, начало эксперимента. Погнали. Смотрите, вы еще учитывайте, что он пользуется фармакологией. И это может давать ему уверенность какую-то там... Это как имеется в виду? Наоборот, раздраженность. Чем выше тесте сторон. Не-не-не. Сто процентов раздраженная. Более ярко выраженные эмоции. Но и при этом ты уверенный в себе. И уверенно можешь обманывать, как ты людей обманываешь. Где я обманываю? Ну вот сейчас узнаем. Ну ты приведи хотя бы один фактор у тебя. Вот сейчас вот в этом ролике я все вопросы задам. Любые вопросы. Любые вопросы. Любые вопросы. Так, ребят, ну давайте настроимся. Зададим вам простые настроечные вопросы для того, чтобы настроить аппаратуру. И проверить, насколько она работоспособна, насколько действительно все это соответствует действительности. Итак, Ахмед, начнем с вас. Первый проверочный вопрос. Нулевой. Вас зовут Ахмед? Да. И это правда. Итак, следующий вопрос. На улице сейчас зима? Нет. И это ложь. По-моему, Ахмед, мы закончили, мы настроены. Но это элементарно, это вы сами тоже и так знаете. А вы можете задать мне, знаете, какой вопрос? Типа, тебе 25 лет или нет? Ну, можете мне такой вопрос? Вы же не знаете мой возраст? Да, не знаю. Попробуйте мне вот этот вопрос задать. Итак, давайте еще один вопрос насчет вашего возраста. Вам сейчас 25 лет? Да. И это ложь. По-моему, давайте теперь с вами настроимся. Погнали. У меня к вам будет пару таких же пробных вопросов. Так, сегодня 24 января? Да. Да, это правда. Действительно. Сейчас 2024 год. Нет. Здесь явно полиграф показывает, что это ложь. Ну, это понятно. Это без полиграфа тоже понятно. Я, честно говоря, вот в эти шучки не особо веду. Ну, задай любой вопрос. Любой вопрос задай. Хочешь, задай любой вопрос? Ну, вот сейчас будет видно данное. Ну, задай ты любой вопрос. Я могу не больше. Ну, сейчас же мы друг другу будем и так и так задавать вопрос. Будем? Ну, ты можешь, ты же говоришь, что не веришь. Задай любой вопрос. Ну, вот сейчас посмотрим. Тебе задать вопрос? Да, любой вопрос. Любой вопрос. Если ты считаешь, что я самоуверен в себе только потому, что я колю фармакологию, ну, ты очень сильно ошибаешься. Хорошо. Я могу тебе подгонать, чтобы ты был уверен. Хорошо, можно я ему сейчас вопрос задаю? Любой вопрос. Погнали. Ты сидишь сейчас на химии? Сейчас на химии? Нет. это ложь ну да я сижу на фармакологии один только что нет сказал ну проверить вопрос асхаб и ахмед вам кидают вызовы на гонку но вы не отвечаете почему обводу кого это типа эти блогеры которые в ю тубе в инстаграме да а какой смысл кому-то либо ответить там кто там кидает давид очки дал бы на самом деле мне лично но неинтересно если меня заинтересует вот у меня вот скоро должна быть гонка кое с кем ну если мне интересно я принимаю вызов если нет весь мир кидают вы за что со всеми ставится что мне честно сказать вообще как бы ну не интересно если кто-то принципиально хочет встать то пусть без вызова приезжать ко мне мы сделаем заедем если мы принципиально интересно меня выиграть давайте без камеры но камера все это это моя работа это хайп этот бизнес и ничего более асхаб правда ли что аска и захар тебе заплатили за гонку это откуда вопрос вообще-то такая скрытая информация но но раз ты сюда пришел уже отвечает она все до аска и захар мне заплатили за гонку ответь пожалуйста да или нет заплатили не забыть да да это правда я это не скрываю как бы не скрывал но всячески давал понять что если кто-то хочется мог стать сделать на гонку меня могут заинтересовать только ребята с деньгами которые готовы мне заплатить за гонку или же если я получит этого куда-то хайп а сколько заплатили сколько заплатили я говорить не могу но сумма такая хорошая в любом случае от 10 миллионов рублей выше асхаб и ахмед давидыч записал вам вызов о том что готов стать с бананами с арбузами назначил время и место гона вы испугались можно я скажу а при чем тут асхаб вообще бананы и арбузы это наверно больше ко мне отношения асхаба он не кидал никакой вызов асхаб просто на свой счет это принял типа вот мне давидыч вызов бросил сразу там ответку записал там даже близко ничего не касается асхаба он мне бросил вызов он меня этим никак не оскорбил не унизил хотя асхаб говорит ты чё ему ничего не ответил так если я тебе так ответил бы ты его первых а что я сделал он на приятия не знаю что мне сделал что мне сказал арбузы бананы он пришел понимая каким образом как я говорил он меня назвал ты каким образом комитет об этом все такое отношение к себе заслуживает а виды книга да то есть не знать не знаю об обращении ко мне ты знаешь что я тебе нормально смотри ты ко мне нормально нормально отношусь давай да сейчас есть хорошо да можно вопрос ему задать нормально ты ко мне относишься а это вопрос для всех нормально по-разному нормально к тебе отношусь нет по-моему это правда нормально то есть только что сказал я нормально нормально отношение это имеется ввиду то что за твои слова будь бы другой человек я заставил бы его ответить но понимая что у нас есть такая работа хайп блогерская тематика принципиальная гонку смотри и понимание того что если я что-то с тобой сделаю ты просто но не будешь заезжать я понимаю что ты меня реально хорошо ты реально меня боишься ты меня боишься я тебя не боюсь ты боишься я не боюсь тебя не боишься можете задать этот вопрос можешь задать него ты меня боишься нет ты меня боишься нет ты меня боишься я знаю это ты меня боишься он не боится это правда только ты не ответил на вопрос основной да или нет ты в итоге испугался заезжать с эриком или нет а мне не интересно заезжать у него своей машины нет Я же у себя в ролике сказал, мне заплатите деньги, я заеду. Проблем нет. Ему деньги платят, мне не платят. А по поводу меня, он говорит, что мне никто не предлагал. Мне лично написали, предложили заехать на моей Ешке против М5, который ставит рекорды мира. Из чего ты решил, что про меня не было? Просто ко мне уважительно отнеслись и написали. А по поводу тебя, по поводу тебя сказали арбузы, бананы. Ты где-нибудь видел, чтобы это был посылок к тебе, понимаешь? А мне написали, позвонили. Меня никто этим не оскорбил. Конечно, если я сказал бы, а мне сразу раздлился бы, записал бы в сторис, либо позвонил бы и встретился бы, и начал бы разъяснять, понимаешь? Попробуй против других газонуть, братан. Попробуй, ты не подтянешь. Ты против меня тоже не подтянешь. Как не подтянут? Ты не подтянешь. И смотрите, по поводу Давидовича. К ребятам, всем блогерам я хорошо отношусь. И понимание того, у меня нет такого, что я могу как заднего дать, как Ахмед. Я записал видео и сказал, что не нужно такое скидать, и не нужно так открывать свой рот в нашу сторону. Я не буду это хавать. Я любому человеку, если я прав в данной ситуации, я отвечу. Вот, в любом случае. И по поводу Эрика, да, почему я не заехал, почему я не приехал. Да потому, что у него нет своей машины. Это чужая машина. Он просто через эту машину решил сделать рекламу компании какой-то, да. Если надо рекламу сделать этой компании, купите у меня рекламу. Я тоже самое сказал. А так мне заехать с чужой машиной неинтересно. Если у Эрика появится своя собственная машина, собственный проект, вот я даю слово, я готов заехать. И без денег, потому что Эрик это интересная, популярная личность. В любом случае, он первый, кто начал эту тему. Только так, только так, Дима. Как раз вопрос по поводу конфликтов. Вы постоянно ссоритесь на видео, но потом вместе кушаете, вместе ходите по ресторанам и вообще проводите время. Вы специально ссоритесь для видео ради хайпа? Сначала отвечает Ахмед. Нет, не специально. Я лично не специально. Он скорее специально, то есть заводит меня, пытается как-то задеть, чтобы я агрессировал и чтобы у него были просмотры хорошие за счет того, что я агрессирую. Мне на какую камеру смотреть? Вот эту, вот эту или вот эту? Много. Сюда смотреть, да? Все, понял. Можно еще раз задать вопрос? Да-да-да. Мне просто да или нет ответить даже. Специально ли вы ссоритесь на видео для хайпа? Да или нет? Нет. Я нет. И это правда? Асхаб, вопрос к тебе. Специально ли вы ссоритесь на видео для хайпа? Нет. Меня Ахмед реально раздражает. Да, какая-то братская дружба у меня к нему есть. И потому что, ну, исходя из того, что мы давно с ним знакомы, работали, как-то коллаборировали, но меня он реально раздражает. И была бы моя воля, я бы, честно сказать, даже его, ну, как сказать грубо, как бы аккуратно сказать, ну, не хочу, ну, я не специально, я реально он меня раздражает. Асхаб, ответь односложно, вы специально ссоритесь ради хайпа, да или нет? Нет. Это правда. Человек постоянно приходит на мои съемки, говоря о том, что я на этом хайпу. Я в открытую говорю, что я... Ты же меня зовешь? Как понятно, что я насильно... А почему ты приходишь? А почему ты приходишь? Хочу приходить, не приходу. Ну вот и все, почему ты приходишь? А почему ты зовешь? Ты приходишь туда ради хайпа? Почему ты зовешь? Меня. Ради просмотров, ради хайпа, ради хайпа, все. Потому что мне принципиально сделать тебя в гонке. Все, тоже самое. Можно вопрос ему? Он снимается у меня принципиально, чтобы выбрать гонки, или же ради хайпа? Ты ради хайпа у меня снимаешься? Ради хайпа? Нет. Было сильное волнение, можно перезадать вопрос? Ты ради хайпа у меня снимаешься? Нет. это ложь я хотел проверить детектор конечно ради хайпа для чего ты мне нужен еще до чего с тобой вставать мне ты мне очень не интересен как человек твоя машина мне 100 лет тоже не если бы не было этих просмотров не было этого хайпа понятное дело что я с тобой не ставился бы а почему ты а почему ты в каждом месте говорить о том что я ради хайпа ради просмотров тебе это в первую очередь выгодно смотри я лично за то чтобы ты делал один-два ролика то есть гонка и там перед гонкой сюда пришел а ты делаешь 20 ролик почему ты сюда пришел тогда хотел потому что вот здесь конкретно есть детектор и я хочу на детекторе задать тебе вопросы ну полиграфа или как но не суть да я хочу задать тебе вопрос вот этот ролик мне интересен предыдущий ролик который ты добавил ты слушаешь меня предыдущий ролик который ты добавил я не планировал что это будет опять лайф ролик этот ролик должен был быть самим самой гонкой ты мне пришел сказал вот час мы снимем что у тебя машина испортилась и в этом же ролике мы сделаем гонку а ты решил отдельный ролик еще один добавить как мне пока я буду делать я против мой проект я как я не твой проект с каких это пор я твой проект ты у меня снимаешься и что этот ролик кто придумал чая это задумка что этот ролик табусь какой я вот этот твой ролик на вот мой и проект ты делал ты делаешь хорошо это мой план да 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 скажи мне вот скажи мне такому мне смотри вот такая информация вот ты 18 лет сидел в тюрьме за кражу 5 ну знаю я откуда ты ты 18 лет сидел в тюрьме за кражу и ты мне еще говоришь о том что я врую что только не договаривалась здесь смотри ты вообще не знаешь какая была ситуация и так далее поэтому не ответь конкретно ты сидел в тюрьме 18 лет за кражу конкретно нет это ложь сто процентов но проверьте можно признать вопрос да можно сидел или ты в тюрьме 18 лет за кражу нет это ложь хорошо задай мне вопрос я воровал на самом деле или нет если ты сидел за кражу не ответ получается вармал задай вопрос задавая склады граби обобщенный вопрос нужно конкретно ну конкретно воровал у нас все воруют так или иначе в росту был укажет по разу ты сидел в тюрьме 18 лет конкретно за кражу нет а как ты действительно совершил это преступление нет это правда но я по факту сидел это не назовешь я три месяца бил там задержали там сизо вот это все потом условно выпустили но это вообще историю которую никто не знает я не знаю откуда этого человека я знаю вы тебя настолько много информации я вот ты можешь променять разрешать какую-то информацию ты можешь это сделать и можно скакай я плохой ты можешь сказать что у меня какие-то конкурсы нечестные все такое да я не говорил так у ты говорил тебе приходится к ляться а потом что у тебя куда нечестная приходится кляться потому что те люди не доверяют конкурс это сами может быть и честные но люди тебе не верят потому что ты очень часто обманываешь аудиторию грей конкретно я обманываю турию скажи мне суши ты же сам прекрасно знаю давай подаваем и вот пока здесь давай давай у меня к тебе я уверен поэтому газу и потому что я готов ответ на любой твой вопрос где я конкретно обманываю задай мне вопрос ты говорил ролик что у тебя три жены три жены я собираюсь взять 4 было же такое уверен у меня три жены там интервью давал там я не помню конкретно что за ролик был дальше у тебя реально три жены да это ложь да ну вот и обманул ты же сказал факты привели мне хоть один факт смотря не говорю сейчас о лампе то что смотрела 500 сил потом 1000 сил потом 1500 сил потом ну короче 200 плюс минус смотря по поводу моей личной жизни да почему я говорю что движение все такое это не я не считаю что я обманул ли туры я соврал буду своей личной жизни и это не значит что ты обманул ли тарию да не обманулируторе это collects на конкурсе в снег簇у之 что такое да 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 и это моя личная жизнь я просто не хочу чтобы про эту жизнь на ли я могу сказать что я сказал что я женат на францужинки к примеру до хотя это неправда Я могу сказать, что у меня 4 жены А я этого не делаю, вот чем мы отличаемся Ты не делаешь этого? Нет Я могу привести один хороший факт Есть такая информация, что как раз таки Это было, когда мы с тобой познакомились Когда мы с тобой коллаборировали Ты у меня Ты устраивала гив Ты у меня покупал еще рекламу Разыграл какую-то девятку, какую-то дохлую девятку Говоря о том, что она там Свежая и все такое Она свежая была, во-первых, во-вторых Хорошо, ты говоришь дохлую девятку, я тебе деньги заплатил Ты за деньги сказал, что четкая девятка Вы можете выиграть Покажи, где четкая девятка Хорошо, я не помню конкретно, как было Поэтому ты не будешь это говорить Хорошо, не хорошо, оставьте разговоры Я попробую найти это видео, если найду Как ты делал рекламу Ты за 500 тысяч рублей, да, у меня купил рекламу Я тебе сделал рекламу Друзья, ас-саламу алейкум Посмотрите, какую девятку я для вас нашел Эту машину вложено очень-очень много денег Качественная музыка, это еще не все Очень красивый сабвуфер, который вносит свою изюминку в машину Для того, чтобы выиграть этот автомобиль с призами Ваша задача просто подписаться на мою страницу в Engelby по ссылке в описании PlayStation 4, Xbox В общем, именно это был такой период До меня дошла такая информация, что данный человек кинул 1xbet на 10 миллионов рублей Честно сказать, поддерживаю ли я тебя в данной ситуации или нет Наверное, скорее всего, да, чем нет Но ты сидел за кражу Ты сидел... Ну что, насчет кражи Только что здесь ответили Ты сидел, ты сидел, есть факт Но меня подставили Ты кинул 1xbet на 10 миллионов рублей Ты кинул 1xbet? Мне интересно, ты сейчас... Ты с кем разговаривал вообще из моих знакомых? Во-первых, смотри Кто вот эта крыса? Скажи просто интересно мне Скажу тебе так Реально, скажи Не, по большому счету мне плевать, что ты вот это знаешь Не знаю, мне плевать Просто кто эта крыса? Объясни на мне, пожалуйста Смотри У тебя в окружении есть много людей У тебя постоянно компания меняется То один, то другой Тебя окружают Я не хочу задеть твоих друзей Но тебя окружают такие же, как ты, люди Понимаешь? Я же говорю Ты можешь слить какую-то информацию Тебя окружают Скорее всего Скорее всего Ты насчет моего окружения Такими громкими словами Не разбрасывайся Хорошо Я говорю конкретно про человека Конкретно про человека Это твое окружение Это твое близкое окружение Близкое окружение Это быть не может такого А как не близкое окружение? На отрезь любой свой орган Это во-первых Подожди, да Во-вторых Но эту информацию Не только близкие Этого информацию Много кто знал Но это уже давно забитая Забытая тема Много кто знал? Да Кто докинул 1xb на 10 миллионов рублей? Да Где? Что где? Где кто это знал? Что? Эту информацию кто знал? Ну есть люди Которые знали Твои близкие ребята Не только близкие ребята Которые слили про тебя информацию Ты кинул 1xb на 10 миллионов рублей? Хорошо, скажи кто? Конкретный вопрос Скажи Ты кинул 1xb на 10 миллионов рублей? Ну это и без полиграфа я могу сказать Я же тебе сказал Да, кинул ты Да, да Была же Конечно ты скажешь Потому что у тебя другого выбора нет Ты подключен? Я подключен, да? Ну да, полиграфа Другого выбора у тебя нету Вы кинули 1xb на 10 миллионов рублей? А, еще раз? Да Нет, это правда Вот, Ахмед кидает 1xb, сидел за кражу Смотри, насчет кражи уже ответил он Да, я на самом деле Реально там такая ситуация тупая была Я не хочу сейчас рассказывать об этом А по поводу 1xb, да Да, они предложили мне обманывать свою аудиторию 1xb не выплачивает деньги Это просто лохотрон галимый Я правильно сделал, что кинул Но на данный момент мне предлагают намного больше денег У меня есть вариант кого-то кинуть и так далее Но я понимаю, что это неправильно Даже кидать кидальщиков, это неправильно У меня была такая история Но это было очень давно Это было очень давно Я кинул 1xb Это было 3 года назад? На 10 миллионов рублей, да 3 года назад Да Это суммарно Это суммарно То есть это не разом они мне 10 лямов дали Это кто-то там 3 Один менеджер, второй менеджер Я думаю, они что друг другу не передают что ли информацию Но дальше я просто начал отказывать Я до этого в сторис очень много раз выкладывал Эй, я не рекламирую ставки, азартные игры, букмекерские конторы и так далее Не нужно мне писать Они все равно пишут, пишут Взял, кинул Правильно сделал, что кинул Они хотели обмануть мою аудиторию, а я обманул их Вопрос, который, наверное, самый часто задаваемый в комментариях под роликами с гонками Многие пишут и говорят, что у вас гонки подставные Так ли это? Кто отвечает? Сначала Асхаб Смотрите В плане этой гонки Давайте я сперва отвечу Или сперва расскажу, а потом отвечу Сперва ответь Нет, у нас не подставные гонки У нас реальные гонки Нет, это не правда Это правда Гонки не подставные Какой, ни за какие деньги я не готов проиграть Ахмеду Ни за какой хайп я не готов проиграть Ахмеду Я и так на хайпе У меня деньги есть Я принципиально, как я уже говорил Хочу выиграть в этой гонке Я думаю, Ахмеду смысла даже нет отвечать Потому что и так понятно Ахмед, тогда вопрос к тебе После удара Все видели, что ЦЛС откатился Получается, он стоял на нейтралке Для кого это не секрет Чтобы вы понимали Для машины ничего не нужно Чтобы Ты заранее знал, что АСХАП тебя въедет? Нет, нет, сто процентов Кстати, мне очень многие писали, что Я не знал, я на нейтралку поставил Я всегда так делаю, но имеется ввиду Чтобы на паркинг поставить, на ЦЛС там кнопочка есть Надо нажать А вот сама вот эта ручка просто Один шелчок делаешь, она на нейтралку ставится Я ручник, не помню я ручник ставил или нет Но раз она покатилась, значит не ставил Либо поставил, но не сильно затянул Он плохо держит в целом Односложный ответ Ты заранее знал, что АСХАП тебя въедет? Нет И это правда Вот ты говоришь, что ты случайно залетел в ЦЛС Но я-то знаю, что специально И ты в этом тоже признавался Ну давай сейчас вот однозначно, чтобы люди поняли Ответь на вопрос Ты специально заехал в ЦЛС? Да Специально заехал Это правда Потому что я предположил, что я могу третий зацеп проиграть У меня во втором зацеп реально был слабый И эмоции взяли вверх, и я решил ударить Ну это понятно Мне как бы все равно было Чтобы вы понимали, друзья, там много чего еще вырезано было Что вырезано? Ну, когда я тебе говорю Хорошо, теперь у меня к тебе вопрос Это самое важное, самое главное Резко перебивая, на другую тему переходит Подожди, подожди, подожди Вот теперь посмотрим, кто балабол, а кто нет Я выкладывал... Рот закрой Я выкладывал... Эй, нормально общайся, вот это рот закрой, рот затыкать Ты другим будешь, понял, да? Вот сейчас не надо, я сейчас встану, уйду Слушай, ты думаешь, я тебя держу? Ты тут ради хайпа тут сидишь, набираешься Я ради хайпа тут не сижу У меня к тебе вопрос Я закидывал инстаграм рилз о том, что ты мне отправил голосовой В котором ты мне предлагаешь 50 миллионов рублей За то, чтобы я не то, что гонку не закинул Какой-то отрезок момент не закинул 50 миллионов рублей предлагает мне в Энглбе, чтобы я удалил и не закидывал гонку Не верите? Асхаб, не добавляй до этого видео, пожалуйста Я тебе готов 50 миллионов заплатить Просто удали это Полностью закрою эту тему Я не хотел личное голосовое сливать Если по-братски, ты не писал бы мне в комментариях Хоть сейчас закидывай А в личном разговоре ты просишь, умоляешь это не закидывать И ты говорил о том... Нет, ты вот эту тему сейчас для чего поднимаешь? Заново? А мы ее разними поднимали с тобой? Смотри, я тебе задаю вопрос Я тебе отправлял голосовое, в котором говорил, что я тебе дам 50 миллионов, чтобы ты удалил руку Я начал, я начал, подожди Не подожду, я начал Ты говорил о том, что у тебя нету 50 миллионов рублей Ты говорил о том, что у тебя нету 50 миллионов Я хочу начать с таких вопросов Ты сначала на мой вопрос ответь Нет, я начал, ты ответишь У него есть? Вот так не говори, я начал, ты ответишь и так далее, понял? Хорошо, подожди, у тебя есть? Не жду я У тебя есть 50 миллионов рублей? Ты говорил, что нет их? Нету Это ложь Ну смотри, если считать все мое состояние, автомобили, там, квартиру, там, все, что у меня есть Может быть, у меня есть 50 миллионов рублей Хорошо, следующий вопрос По-другому? Готов был ты дать мне 50 миллионов рублей А ты зачем сейчас заново? Подожди, подожди Подожди Ты просто Все писали, что это неправда Подожди, подожди Из контекста просто урвал, зацепился Подожди, мы сидим, конкретно вопрос задаем Готов был ты мне Готов был ты мне дать 50 миллионов рублей За то, чтобы я отрезал какой-то отрезок в нашей гонке Нет Было такое? Нет, нет А ты мне не предлагал 50 миллионов рублей, да? Слушай, ну, предлагал, не предлагал, это один момент Был ли я готов отдать 50 миллионов? Сто процентов нет Ты просто из контекста урвал И всем сразу Друзья, мне Ахмед 50 миллионов, там, заплатил туда-сюда И голосов я тебе никакой не отправлял За этот отрезок, вот этот отрезок, за этот отрезок, чтобы я удалил Ты был готов мне дать 50 миллионов рублей? Нет, нет, сто процентов нет Это ложь Вот видишь, а этот момент отрезок я отрезал бесплатно Быть этого не может Просто, как я могу отдать 50 миллионов, если у меня нет 50 миллионов? Как у тебя нет 50 миллионов рублей? Вот так нету Ты кинул 1хб на 10 миллионов рублей Это было 3 года назад, и ты не знаешь, что я сделал с этим Братан, у тебя есть CLS, у тебя есть банан Да, CLS у меня есть банан, у меня есть У тебя М5, понимаешь? У тебя есть якобы Мерседес у меня еще есть У тебя якобы крутой контракт с Лит Энерджи, который тебе платит большие деньги На самом деле, копейки тебе платят, понимаешь? Копейки Ты же предлагал мне 50 миллионов рублей? Ты не предлагал? Не предлагал Хорошо, смотри, давайте этот вопрос Я тебе отправлял голосовое, в котором говорил, что готов заплатить тебе 50 миллионов рублей? Просто да или нет? Голосовой не отправлял, но 50 миллионов рублей предлагал голосовой не отправлял Насчет голосового ты всех обманул Очередная твоя ложь, правильно? Смотри, ты мне предлагал 50 миллионов рублей? Я тебе не предлагал 50 миллионов рублей А почему ты так и лжи показываешь? фантастика почему она показывает сам факт о 50 миллионах был разговор об о чем это было разговор но я в жизни не отдал бы 50 миллионов рублей в целом ты же ролик добавил расскажи поскольку отрезок 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 добавит этот отрезок вот сейчас я говорю после что было что было после удара добавь ну добавь я вот здесь даю добро вот здесь сколько мы почитать мои почталь не я дай добавь меня тему сразу когда когда вот стревать начинает всегда роте подширяешь не отправлял мне голосовой по поводу 50 миллионов рублей что не отправлял ахмеда не голосовой но это я и так знаю мне даже детектор не я сам знаю чтобы подтвердить не отправлял но 50 миллионов рублей это правда но предлагал 50 миллионов рублей был разговорный ахмед давай не будем давай конечно не будем ты когда встреваешь разговоры конечно не будем не надо паниковать сама я не паникую я просто повышаю на тебя голос потому что по-другому ты не понимаешь как они доходят ты чё думаешь поднимаешь на это испугаю что ли тебя вот и говорит что постоянно я обманул свою аудиторию то что я постоянно меняя свое мнение переобуться да так сказать но у тебя есть видео на твоем же youtube канале вот где ты говоришь что энергетики это вредно якобы кто-то думает что они дают энергию на самом деле это не так это вредно вот такие вещи пить нельзя мага влог сколько этому человеку объясняют что энергетики вредят здоровью он не понимает он думает они ему реально энергию дают но сейчас ты активно что в моих гонках что у себя в инстаграме что ты на ю тубе рекламируешь этот энергетик да конкретно за него газуешь короче говоря о том что есть его пить достаточное количество это не вредно ты реши что вредно что нет смотрите подожди для особо одаренных объясняю он-то особо одаренный это понятное дело но если какие-то еще особо одаренные попались которые посмотрели видео и подумали типа вот ахме здесь вот так говорит а сейчас рекламирует энергетик ставьте кадр на этом видео видно явно я показываю где эти энергетики там два энергетика там сижу я и сидит оператор мы оба пили эти энергетики но когда включилась камера я просто сарказмом просто прикалывался над ними говорил энергетики пить нельзя типа туда а там 2 энергетика я сам пью конкретного под ним прикалывался задал ты там говорил что-то вредно опасно а по-моему вредно я шутил над ним а это не вредно я сам это не вредно в большом количестве все вредно а то есть малом количестве это нормально что хорошего энергетика скажи по факту примеру скажи и я против рекламы энергетики ничего не имею ну конкретно ответь вредно вредно лепить энергетику энергию или вредно все нет кала вредно большом количестве и мы не говорим большое количество говорится titledceğ to orderiyi в такомлагее и вот почему она такая еще ничего не бизнеса как плюс энергетик написанно нужно написано тебя смотрят молодые продолжимая 18 плюс энергия энергетики написать не рекомендуется но вообще вообще ему почему а ты рекомендуешь своему не смотри дорогой мой у меня есть видео я скину кадры вашим этим монтажером ставьте вот там ребенок подходит ну лет 11-12 может чуть больше я говорю не 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 тебе не даю я хотел ему лет энерджи подарить но не не говорю не дам не рекомендуется что что и что смысле и что ты ты за рекламу деньги себе карман ложки нормально да ты я я людям в цвет говорю то что детям маленьким пить не нужно энергетик не рекомендуется это в целом вред энергетик или нет полезен он энергетик полезный есть витамины да вы есть да ты врешь вот у меня конкретно тебе вопрос литвин получается купил свое мнение ты его поменял за какие-то гроши реально гроши вопроса ты даже не знаешь литвин купил свое мнение нет поменял свое мнение и это правда базара нет это чем асхаб вопрос к тебе ты постоянно газуешь против лет энерджи у тебя правда есть ненависть к миша причем тут миша и лит энерги я конкретно своих роликов примеру да не хочу чтобы активно ахмед рекламирует этот энергетик вопросов мне иногда как-то показать мельком я не против хотя ахмед у меня спрашивает можно я говорю даю полное добро если я можно нельзя в смысле я хочу я пока есть что ты не нравится не снимай меня и все ты приходишь вот так бутылка приходишь я буду пить на камеру все что хочу что-то не нравится что-то не нравится не снимай это мое условие конечно конечно я все что хочу пью я все что хочу делаю в роликах это мое ты конечно будешь все что конечно буду смотри но но если я захочу я отдаю указание монтажер убери этот а лит энергию он может убрать завтра день ты мне позвонишь ахмед ролик надо снимать я скажу нет а ты приходишь знаешь почему именно именно ахмеду нужно получать какие-то копейки от рекламы или энергии понимая прекрасно это прекрасно понимая это я ему даю добро полностью это и оставляете отрезки против литвина вы можете задать вопрос конкретно по поводу литвина есть меня когда ненависть к нему задаю задай дима чтобы мне это вообще не интересно я просто сложный ответ если у тебя какая-то ненависть к миши литвину сто процентов нет я к чему нормально отношусь да или нет есть ненависть нет это правда вот и все но не нужно приходить на мои гонки рекламировать везде лит энергию я буду потом я возмущаться мне о том что я там что-то 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 знаешь если тебе человек дает полное добро давай тебе дает тебе хайп дает тебе разрешение снимать рекламировать а скажи спасибо всем это кричи что не надо давать хайп не делай не делай и все чё ты за парк личинка знаешь ли тебе горбат успокоить а личинка ты такой знаешь беспомощный дергаешься да 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 без помощи дергайся с помощью это ты да да но и мы показали в клетке кто беспомощно кто не конечно конечно я боюсь представить на тебе не стыдно каждый мне жалко было его ты так надменно себя ведешь ты чуть успокойся чуть угомони до своего это нутро успокойся чуть пока тебя кто-то не успокоил а кто меня может успокоить ты ты конкретно ничего не может кто я я тебе говорю пока тебя не успокоили покой или бойся сам спокой или успокойся сам да я тебе конкретно говорю тебе вот тебе мне не стыдно тебе я говорю конкретно про тебя да что я даже твою целость чинить не буду а ты этим ничего поделать не может понимаешь ты что с этим суши откуда ты знаешь я могу с этим что-то поделать или нет все прекрасно видели как асхаб сказал то что я подчиню его cls потом асхаб говорит что ахмед сказал у себя в ролике что заставит меня починить целостно каждую гайку о плате покажите где я говорил что заставлю асхаба покажите смотри вот сейчас ты можешь зайти на youtube в instagram показать мне вот сейчас можешь дословно слушай я тебя заставлю починить ты сказал что асхаб каждую копейку заплатит правильно это имеется все правильно ты меня заставишь или я заплатил мое если мне не я тебе не брат понял я тебе не брат ты мне не брат брата меня не называй понял хорошо и мне сто лет не нужно тебя братом назвать это просто чтобы слова соединить смотри короче чтобы там не было как бы там не было если ты мое мне не возвращаешь я за это до конца будешь сможешь не сможешь я свое я отдавать я вот я засадил и говорю я не починю ты засадил мой cls и садил будешь чинить это в любом случае это не обсуждается не как будет старая гонка это старая гонка это смотри вот здесь в ролике здесь люди тоже я не собираюсь обсуждать ролик закончится мы с тобой это обязательно обсудим ты целость еще как будешь а что он ты сделаешь вот что ты сделаешь смысле что я вот я тут стою ты здесь сидишь да да перед тобой да ты что можешь сделать ты можешь меня заставить опять хочешь на на физическую силу вот это все один на один один на один день как бы не было я зубами я чем пока вы камнями а кирпичами а свое заберу ты за это не переживай ты с этим поделать ничего не может мид ничего третьими поделая только что сказал что я сделаю ты не сделай ну хорошо давай это самое вот здесь не будем сейчас обсудить съемка закончится без камер без ничего обсудим этот знаешь почему потому что не хочешь перед своей аудиторией опозориться ребят вот видите эту такую безжалостную картину когда ахмед может просто говорить но ничего более ну хорошо вот после ролика пообщаемся хорошо знаете что сделать он подобрать надо починить так сказать я ему починил отвечает за эти слова за слова сейчас который рассказал таки что я так подойдут вот как мужчина отвечают скажи я как мужчина отвечаю что ты ко мне вот так подойдешь его так сказать мужчина не мужчина я с вами не разбрасываюсь потому что это слишком много не красиво мегhuman и мужчина не мужчина где-то я говорю любыми словами я когда нибудь говорил что ты не мужчина не говорил я тебе это позволю я едино это тут причем я грудь и как мужчина отвечаешь я могу сказать что ты и твои подписчики как бы не хейтили бы меня после гонки я к тебе что подошел брат не брат после гонки какой у нас был разговор ты после гонки заплакал ты плакал ты плакал после д hay say go пока некоторым поджагом вопросо влад adolesingers永 Carlo Carlo я плакал после тонки но ответство плакать можно вотisme когда или я плакал после гонки смотри плакать на начать ныть Слезами вот так прямо смысл не плаков вот я преувеличил note in 어떤 специально но не плакал ну будет ответить хорошо я ныл после гонки мы любители для или нет дата ты ныл после гонки это ложь по моему это не по моему это правда что ты ныл ну вот только что здесь вот здесь люди были операторы были друзья твои быть сюда позови спроси сейчас моих ты сейчас ноешь а если для тебя вот это ныл то тогда данную хорошо но если по человеческим понятиям подвод здравые мозги здравые люди вот со стороны посмотрят они скажут это не ныл называется это называется я с претензиями к тебе подошел у нас тобой был серьезный грубый разговор у нас был собой диалог нас разнимали ты это прекрасно помнишь но после этого да и мы пожали руки разошлись и вроде как более-менее не перебивай как бы куда переводишь ты перебивать а я так я молчу смотри у меня такой вопрос у нас случился такой конфликт момент во время гонки да ты сказал давай отойдем куда ты собрался отойти с автодрома куда еще отходить что ты собирался со мной сделать если мы с тобой отошли бы ты хотел меня побить ты хотел меня словесно унизить объяснить мне ли хотел бы воры братский по-братски сам не делай так или что ты хотел сделать ну просто интерес и комментарии писали интересно на стопе собрался сделать действия не отошли пыль ничего ровно понимаешь ничего ровно ты сама не сделала быть что ты может что ты сделал бы для чего ты просил чтобы это шли еле лая выше этого не слыши когда ничего не сделал бы что пусть это подEngi мало пока меня не достигнуто все опять что я тебе объясню так Что? Я тебе объясню. Что ты сказал, я не понял. Ты еще знаешь личинка в этом деле, скажу тебе честно. Ты сегодня слово узнал, личинка. Я беру разного блогера, ободобить тебя. Ты берешь, ты никого не берешь. Я тебя раскручиваю, даю тебе возможность зарабатывать, разные контракты, на тебе зарабатываю. Эй, смотри, смотри, зарабатываю, и ты зарабатываешь, и я зарабатываю. Но я тебе дал возможность зарабатывать на мне. Я тебе дал. Да, потому что я пришел. У тебя другого выбора нет. Как, в смысле нету? У меня есть выбор, я в любую секунду могу отказаться от этого всего. Понял? Ты этого не будешь? Я тебе сказал, я могу отказаться, если я захочу, поверь мне, я откажусь. В этом сомнений быть не должно. Если говорить о заработке, я вопрос как раз по цифрам точно даже знаю, сколько, что. Вопрос сейчас хочу задать. Ты что думал, только у меня в окружении крысы есть, что ли? Ты на хазбике заработал 200 миллионов рублей, а ему отдал всего лишь восемь. Примерно так же я заработал на тебе и отдал тебе столько же. Ты мне ничего не дал. Я хочу сделать тебе не менее слабый подарок, дать тебе сегодня 200 тысяч рублей и посмотрим, как ты их сегодня потратишь. Хорошо? Погнали. Я тебе долю хайпа дал. Я тебе дал этот контракт, понимаешь? Я тебе дал этот контракт. Я тебе хайп дал, давай не будем сейчас. Ты мне ничего не дал. Эй, давай смотри, а тема не уходи от него вопрос задал. Вопрос задал, вот про хазбика, да или нет? Что там, повтори. Правда ли, что 200 миллионов рублей ты заработал на хазбике, а ему всего лишь восемь миллионов дал, да или нет? Да. Да, это правда. И что? Что там плохого? Ничего, ты взял пацана, снимал его, ты что его обманывал, да? Почему обманывал? Ну потому что. Я где-то говорил, что я ему дал больше. Не говорил, но ты на нем зарабатывал бабки, дал бы ему деньги. Я ему дал восемь миллионов рублей. Восемь миллионов всего лишь ты ему дал. Ты кому? Ты на нем заработал 200 миллионов. Ты кому что дал? Ты что кому дал, а? Скажи мне. Я что сейчас? У меня было одно условие. У меня было одно условие. Я плачу больше, чем все. Если появится хоть один человек, который платит больше, чем я, вопрос у меня, я буду платить еще больше. Но на то время... А в итоге хазбула с тобой не работает? Не работает. Почему? Почему? Как есть сказать? Да. Просто ребята решили забрать у меня его. Кто решил у тебя его забрать? Зачем это рассказывать? Я не хочу подставлять кого-то. Просто ребята решили... Как понять подставить? Ты их никак не подставишь. Ты просто... Ребята просто забрали у меня его, да? Ты просто на нем делал бабки. Я 200 миллионов рублей сделал. Да, сделал. И тебе просто сказали. Эй, слышишь? Тебе просто сказали, слышишь, ты больше не будешь на нем делать деньги. Кто мне сказал? Ну вот его старший, я не знаю кто. Мне его старший никто ничего не может делать. Понял? Он сам лично сказал. Слушай, его старший и ты мне ничего не могут делать. Понял ты меня? Эй, понял, не понял. Вот так не общаться со мной. У меня есть свои старшие, которые могут мне что-то сказать. Эй, дело не в этом. дело в том что они ему же сказали то что они ему сказали но не мне сказали тебе тоже сказали ты не будешь с ним сниматься больше кто сказал? я не знаю кто тебе сказал конкретно мне они не могут сказать я тебя опять же повторяю а почему тогда ты с ним сейчас не снимаешь ролик? потому что они ему сказали потому что ты не можешь они и тебе сказали и ему сказали они отказались не захотели они чтоб ты снимался? просто он отказался и все он сказал что ему старше запрещают и все я лично я лично я лично знаю что Hasbua в принципе не против был сниматься с тобой в роликах, но тебе отказали, потому что те, кто постарше, понимали, что ты на нем много денег зарабатываешь. И решили сами заработать или что? И сами решили на нем заработать или что, а? Кто его поднял, а? Кто его знал до меня? Скажи мне по факту. Я его знал. Ты его знал, потому что вы в одном окружении. Ты старался с ним ролики снимать. Я тебе чувствую, я тебе позвонил, сказал с ним ролики не будешь. Короче, ты в роликах говоришь, что Ахмед со мной там пытался, хотел со мной двигаться, хотел со мной лазить и так далее. Эй, я тебе вообще ничего не писал. Ты в Махачкалу приехал в 19-м или в 20-м году, я точно не помню, когда только с Хазбиком начал снимать. Ты в Махачкалу приехал и до того, как приедешь, мне написал Ахмед Саламалеку, мне там оператор нужен, помоги мне с этим. Было такое? До этого что было? До этого что было? До этого ты мне написал взаимную рекламу, взаимную рекламу какую-то. И что? Ты мне написал первую. Это значит, что я хотел с тобой двигаться, в то время все взаимные рекламы. Да, а я не хотел. Мне не нужна твоя взаимная реклама. А поэтому ты сделал? Ну, может быть, сделал. Если не нужна была бы, не сделал бы. Эй, это не суть, мы тогда, ну, как бы... Знаете, какая тема была? Я снимался с Хазбиком, хайповал, он решил помещать и снять с ним ролик. Я ему набрал и сказал, с ним не снимай больше. Нет, смотри, давай вот по порядку. Давай по порядку. Ты ко мне обратился с помощью? Помоги мне, оператор, давай сюда. Я тебе сам лично снял ролик. Было такое? С камерой? Вот с камерой. Я камеру держал, я человек не гордый. Я лично камеру держал. Я снял тебе ролик. Ты мне сказал, брат, мне помощь нужна, мне там нужно, чтобы ролик помогли снять. Было такое? Я тебе отказал? Нет, ты мне никогда не отказывал. Я было тебе отказывал тоже, в чем я хочу отказать. Потом, когда ты начал себя так вести. Подожди, не суть, по порядку идем. Ты попросил меня снять ролик? Я снял? Да. Я помогал тебе? Да. Ты начал с хазбиком снимать? Да. В моменте, я тоже снял один-два ролика. Почему ты снял? Хотел снять. Почему? Конкретно. Вот у Асхаба идут просмотры туда-сюда. Я тоже хочу двигаться. Ты решил мой хлеб забрать? Как понять твой хлеб? Это мой хлеб был. А почему он твой? Потому что я его раскрутил. Ты его не раскрутил, это только начало было. И подожди, дай я договорю. Я ему помогаю от души, искренне. Он попросил меня, ролик снял. С ним поехал туда, машину достал, 222-й Мерседес. Было такое. И он мне звонит. Один прекрасный. Ахмед, смотри, какой момент. Я хазбику больше всех плачу. Ты можешь с ним не снимать? Смотри, ничего личного. Просто бизнес. Попросил нормально? Просто бизнес. А хотя мог ненормально попросить. Понял тебя? Ты ничего не мог попросить. Понял, да, ненормально. Итоги, ты снял с ним дальше? Снял. Не снял? Снял. Не снял. Снял. Я дальше тоже не снимал. Ты крыса. А хотя сказал. А почему я крыса? Почему я крыса? Ты сказал, что я не снимет. Эй, я тебе ответил? Хорошо. Ответил же? Да. Потом время прошло. Ну что, пожизненно что ли твой он? Ты можешь с ним снимать. Ты меня попросил. Это было вообще. Я тогда молодой еще был до конца, не осознал. Но это такой конченный поступок был с твоей стороны. Я искренне тебе помогал. А ты берешь мне, звонишь, говоришь вот так вот, вот тогда я понял, что ты настоящая крыса. Крыса это ты. Понял? Ну я вот в который бегал. А ты просто на словах. Смотри. Смотри вот так, этот самый, с тобой бесконечно можно. Во-первых, ты мой проект. Я не твой проект. Как и Хазбулла. Я не твой проект. Ничего нового. Я не твой проект. Так говорил каждый, как и ты. Смотри. Я на тебя зарабатываю деньги. С Хазбуллой почему я хотел снять ролик? Потому что он был на хайпе. Да? Да. Из-за кого? Из-за кого? Тебя вообще в помине не было, когда он только хайпанул. Ну, клубника, бомба, честно говоря. Потом в ресторане он с человеком, один парень, не помню, как его зовут. А, дорогие зрители, дорогие зрители, напишите в комментарии. Напишите в комментарии. Подожди. Он снимал ролики с человеком, который вот в ресторане там, они перекусывали, снимали. И у него 2 миллиона, 3 миллиона на нулевом канале. Ты видел всю эту картину. Ты видел, что он на хайпе, но он только начинал. Да, его еще не все знали. Но он хайповал очень сильно. На уровень кто понял UFC его? На уровень UFC кто поднял его? Не ты. А, ладно. Не ты так другой его поднял бы. Хорошо. Он залетал везде. У меня вопрос. Не важно, ты снимал с ним ролики, я снимал, кто бы с ним ролик не снимал, этот ролик залетал. Ты подхватил этот момент, ты ему платил больше всех, вопросов нету. И с тобой вместе он поднялся, но точно так же и я мог бы его поднять. Ты ничего не мог бы. Если бы я с ним снимал ролики, они бы так же залетали. Ты что думаешь, из-за тебя что ли смотрели его? Конечно. Это смотрели из-за того, что хазбик интересно. Да, ты чуть идею, чуть вот это самое направление сделал, но не более. Хорошо. Хазбулла и без тебя и с тобой поднялся. Поверь мне. Да, не, вопрос, ты в этом, ты в его жизни такую маленькую роль сыграл. Давай про него не будем, ты сам тему про него поднял, мне это неинтересно. Это пройденный этап и через буквально месяц ты тоже... Мы разговариваем о тебе, о том, что ты не очень хороший человек. Да, ты тоже будешь пройденным этапом, через месяц, когда я сожгу твой ЦЛС. Вот у меня к тебе конкретный вопрос. Если я знаю, что ты проиграешь это в гонке. Вот, во-первых, первый вопрос. У тебя в ЦЛС реально 1000 лошадок? Да. Это правда. И если у нас будет вот гонка, если ты в этой гонке проиграешь, без каких-либо отмазок ты реально сожжешь его, ты готов его сжечь? Да. Если проиграю, да. Это правда. Хорошо, подожди, у меня к тебе те же вопросы. Ты сожжешь Ешку, ну, имеется в виду, дашь мне сжечь свою Ешку. 100%, 100%. Если проиграешь. Да, я готов сжечь. То есть он готов, без разницы. Если я проиграю... Да, это правда. Теперь, ты уверен в своей победе? 100%, 100%. Я реально говорю. Я уверен в своей победе. Да, это правда. Я уверен. А ты уверен в своей победе? Да. Было сильное волнение, нужно перезадать вопрос. Может быть, у меня какое-то волнение было, я не ожидал, что он даст каждый, там да, выйдет, честно говоря. Да, я уверен, это 100%. Да, это правда. Будет интересно посмотреть. Волнение, ну, если бы он мне первым этот вопрос задал, и я да, ответил бы, он тоже заволновался. У меня такой вопрос. Вот если я тебя выиграю, да, вот этой гонке, и сожгут твой ЦЛС, у тебя есть, ну, главный хозяин, на котором ты работаешь, который руководствуется всеми этими действиями, вот, и если я тебя выиграю, готов ли он встать и сделать гонку? Будет ли он... Я не понимаю, о чем ты. ...заступаться за своего работника? Я не понимаю, о чем ты. Ты понимаешь? Дима, можешь мне перефразировать? Что он сказал? Асхаб имеет в виду, встанет ли Миша с Асхабом, если ты проиграешь или выиграешь? А при чем тут Миша, и почему я должен за него решать, отвечать? И вообще, с чего он взял, что... Ты говоришь, он мой босс, да? Да. Задай мне этот вопрос. Считаю ли я боссом? Может быть, ты не считаешь? Подожди, стой, ну давай. Но он полностью контролирует все твои процессы. Он ничего не контролирует. Он ничего не контролирует. Рабочий момент есть? Есть. Все. Ну мы с ним знакомы, он хороший парень. Хороший парень? Да. Ну вопрос задавать, он твой босс или нет, но это так понятно, по-моему, босс. Ну давай, задай. А какой смысл? Тупо. Если даже ты не считаешь его своим боссом. Да, он есть твой босс. Понимаешь, по факту. То вы несете, просто взрослые пацаны. Мы не взрослые. Хорошо, все, кто у тебя рекламу покупают, они твои боссы, да? Нет. Как нет? Они не руководствуют? Это просто реклама? Как это? А мною кто руководствует? Каким образом? Ты знаешь, что делай, как, что продвигаешь? Ты знаешь, что вообще, ты знаешь? Нет, вообще нет. Вообще. Вот этот вопрос можно мне задать. То, что у тебя в ролике там. Мне не интересно это. Тебе, конечно, не интересно. То, что у тебя в ролике я свечу Лид Энерджи и так далее. Ты думаешь, мы это обговариваем? Так, давай я у вас хаба в ролике за свечу Лид Энерджи. Там сколько мне заплатят? Там везде показывают. Вообще нет. Хороший работник. Вообще грамм такого нету. Вообще грамм такого нету. Конечно, конечно есть. Конечно есть. У нас взаимоуважение друг к другу. Он меня уважает, я его уважаю. Он ко мне прекрасно относится. Он мне помогает. Пока ты на хайпе. Пока ты на хайпе. Откуда ты знаешь? Ты вообще... Когда ты его получил контракт? Ты это так решил, да? Когда ты получил этот контракт? После гонки? И? После гонки ты был на хайпе. Я получил этот контракт, как только они начали заниматься поиском амбассадоров. Вот. Они до этого не занимались поиском амбассадоров. Поэтому ты не можешь знать что там. Ты попал туда. Благодаря тебе, да? 100%. Я благодаря себе попал, понял? Хорошо. У тебя в гонках, с собой гонки сколько человек делали? Почему они не попали? А я попал. Они хайпанули? Они хайпанули конкретно. Ну и? А почему они не попали? Почему им там Миша не написал, не предложил контракт с Лид Энержи? Слушай, это вообще к тебе никакого отношения не имеет. Хорошо. Это мое с ним отношение. Ты не знаешь вообще, я с ним был знаком, не был знаком, общались, мы не общались. Ты ничего не знаешь и просто на камеру уберешь и все, что приходит в голову, говоришь. Хорошо. Это Дим. Ничего хорошего, Дима. Мне тебя жалко. Да? Понял, ты на химии и так, мало ли, сердце остановится у тебя, если нагрузку дашь себе. Ты постоянно говоришь, ты на химии отмазка. Да, ты красный сейчас, ты ночью не спал сейчас, почему ты ночью не спал? Химии слишком много полей. Ты узнал, спал я ночью или нет? Ты мне сказал. Ты сам веришь в то, что ты со мной потянешь, вот реально ты же не потянешь со мной. Опять он начинает эту тему, просто мне уже стыдно за тебя становится, отвечаю. Ну, болтаешь много, не раздражай меня, не раздражай меня. Ты меня раздражаешь. Вы сами видели, на что он способен, один на один максимум, что он может, но... Это стыдно, это стыдно. Стыдно мне за тебя, понял? Что за вопрос там? Вопрос к Асхабу из комментариев по поводу гонки. Асхаб, почему ты постоянно пишешь, что этот ролик точно гонка, а на самом деле там гонки нет? Ну, это кликбейт для YouTube, это кликбейт. Я такие вещи не делаю. Это в первую очередь, чтобы привлечь внимание зрителей, чтобы было побольше просмотров и делать только для этого. Вот, но да, это... Ответь, да или нет? Если подписчики заметили, это... Как сказать? Не сказать что-то... Это называется кликбейт. Есть такое понятие. А Ахмед такого не делает? Ну, посмотрите ролики Ахмеда. Берет одного оператора, берет свою машину и снимает просто, какая же машина офигенная. Показывает, как он нарушает, дрифтит. Бункер, не бункер. Я этим не занимаюсь. Да, у меня есть свои косяки, я это признаю. Но вы сравните контент мой и Ахмеда. Вы посмотрите, какие усилия сделаны над моим контентом. И какие усилия над контентом Ахмеда. Но это разный уровень. Разный уровень. И я пришел из другой сферы, пришел сюда. И просто использую таких людей, как Ахмеда. Набираю на этом просмотры. Я использую тебя. Грубо говоря, я использую тебя. Я использую твои возможности. А я использую тебя, мы друг друга используем. Согласен. Но ты играешь под мою дудку. Поэтому за это извиняюсь. Играю под твою дудку. Да, сто процентов. Если я захотел детектологию снять, ты снимешь себя. Если я захотел, гонку сделай. Ты сделаешь эту гонку. Это при всех обстоятельствах я сам должен захотеть. Если я не захочу, Асхар, я скажу, эй, давай. Удачи тебе, Ульцин. Да. Ну, как Людин, заплачу тебе. У тебя сомнения есть? Заплачу тебе. Заплатишь, я подумаю. Вот вопрос. А, что вопрос? И че? Если меня устроит, приду. Меня не устроит, не приду. Ты пропагандируешь жесткую езду без номеров в бункере. Я не пропагандирую ничего. Я людям говорю, что не нужно за мной повторять. И вообще в целом согласен, что это неправильно. И в последнее время я очень сильно уговорил. Тебя лишали права в этом плане. Ты лишен прав? Нет. Это ложь. Как ты можешь без прав встраиваться на гонки, ездить, показывать, как ты дрифтуешь? Тем более, нарушая. Я не знаю, там, может быть, еще в системе не обновилось. Я, короче, был лишен прав. У меня срок лишения закончился. Я вот недавно сдал экзамен и получил обратно права. То есть сейчас есть права? Да, да, да. Вопрос, вопрос, вопрос. У него сейчас реально есть права? И реально ли он их получил? Это ложь. Как так-то? Там в базе не обновилось, а отвечаю, там этот еще не внесли. Как так-то? Как так? Есть у меня права. Просто ты боишься. Чего я боюсь? Наказание. Если ты боишься наказания, не стоит это делать. Какого наказания? В общем, ребят, у Ахмеда нет прав, поэтому я с ним заезжать. У меня... Устраивать гонку не буду. Смотри, во-первых, на треке можно ездить без прав? Нет. Да. Да. На общественную дорогу, на частную территорию можно заезжать. То есть ты, если, например, у себя дома, ты можешь ездить. У меня тебе такой вопрос. Мадриское удостоверение. А так, права я сто процентов получил. Сто процентов не ездил. Смотри, я сказал, что чинить по ЦЛС не буду. А какой смысл его чинить? И какой смысл ему тратить деньги, если он все равно уже поздавтра сгорит? Реально, какой смысл? Позвезавтра у нас с тобой гонка. И после же завтра, я сразу же после гонки ее сожгу. Прежде чем сжечь, за свои слова ты должен будешь ответить. Какие слова? Починишь? Я не починю. Вот я говорю тебе и твоим подписчикам, что я ЦЛС чинить не буду. Понял? Можно, да, вот это снимите с меня, пожалуйста? Да, мою. Эй, смотри сюда. Ты думаешь, что ты вот это мышцы там сделал, химию сделал? Вот это все тебе дает право. Не надо меня толкать. Толкать не надо меня, толкать не надо меня, понял? Я тебя не толкаю. Что ты улыбаешься? Что ты можешь сказать? Я тебе говорю, тебе вот эти мышцы или вот эта вот сила твоя дает право вот так вот себя вести. Что по кайфу, то и делаю, да? Так не работает, так не получается. Тебе никто не даст так сделать. Тебе никто не даст себя так вести. Не надо меня толкать, не нужно меня толкать. Не нужно меня толкать. Я тебя не собираюсь неждовать. Отойди. Я такие вещи не делаю. Ты можешь как крыса поступить не помать. Я не могу как крыса поступить. Ты как раз таки можешь это сделать. Если ты хочешь на подраться, да? Если ты хочешь на подраться, мы можем с тобой выйти, аккуратно. Мы можем отойти вот хоть прям сейчас пообщаться. Эй, ты что хочешь? Я открытся, я тебе хочу сказать, что ты будешь очень вот Cherry. Не буду. Не получится у тебя. Вот хорошо, вот сейчас стой на своем до конца. вот стой на своем до конца. Ты кому-то наберешь? Нет, никому не наберу, просто стой на своем. Заявление напишешь? Какое заявление? Мужчина сам за свои действия будет отвечать. Каждый мужчина, если он себя им считает. Да, да, да. Что? Да, да, да. Заставив меня починить. Эй, смотри, ты меня, не надо сейчас меня специально провоцировать, заставь, оставь вот эти вот словами, не разбрасывайся. Когда камер нет, ты очень даже спокойно, нормально, адекватно себя ведешь. Камеры включаются, ты вот у себя в голове вот эти цифры, просмотры. Я себя аккуратно веду. И начинаешь, что по кайфу говорить. Я себя аккуратно веду. Ты себя очень некрасиво ведешь. Нет, ты эмоционально себя ведешь. Отойди от меня. Я не газую на тебя. Хотя я могу газовывать так сильно, что ты удивишься. Ты не можешь, ты не можешь. Не могу? Не можешь. Ладно. Что ладно? Слушай, отойди, Ахмед. Я тебя нормально прошу. Мне не надо? Отойди. Что, заново меня толкнешь? Нет. Как тогда? Отойди. Поэтому я не хочу делать детский разговор. Отойди. Детский разговор ты ведешь. Смотри, эй, ты же говоришь то, что не сделаешь. Все, вот до конца на своем стой. Все, давай. Я не сделал твой целый, Ахмед. Ну, все, посмотрим с тобой. Интересно, что ты собрался? Как будто сводить, что ли, собрался? Или что, Ахмед? На меня обиделся, ушел. Вот он на меня газанул, да, типа? Наехал. Что он хотел этим сказать, доказать, я не знаю, честно. Это ты кому что хочешь доказать? Я никому, Ахмед, ничего не собираюсь доказывать, Ахмед. Вот. И так понятно, что ты ничего не сможешь сделать. Давай вот сейчас пойдем пообщаемся. Просто без камер поговорим, идем. Почему ты хочешь камеры, камеры? Ты же на камеру газуешь? А? Ты же на камеру газуешь? Нет, я без камеры тоже могу газовать. Нет, ты же на камеру газуешь, Ахмед. Можешь вот? Ахмед, ты же на камеру газуешь? Нет, смотри, смотри. Видео как хочешь делать. Хочешь, просто попрощайся со зрителями, то, что там мы руки пожали. Что хочешь сделать здесь? Как тебе по кайфу? Хочешь на этом обруби, там попрощайся. Вот Ахмед испугался, убежал, скажи. Разницы нет мне, что ты там скажешь. Ты там говорить умеешь. Очень даже хорошо. Просто давай вот сейчас остановим, вот там выйдем, поговорим. Просто поговорим с тобой, смотри. У меня к тебе такое предложение, вот ты конкретно газуешь на камеру, да? Якобы хочешь меня этим напугать, но ты этим знаешь, что меня не напугаешь. 100%. У меня такой вопрос, ты на камеру публичным газуешь? На камеру, так же побей меня. Все, смотри, смотри. На камеру, побей меня. Ты же газуешь вот так на камеру. Ты меня побить можешь? Нет, я не хочу, нет конечно. Ты же говоришь, я хочу Ахмеда побить, я его давно... Ну я этого не буду делать. Побей меня, ну побей. я тоже не хочу на камеру дурак что ли на камеру здесь кулаками размахивать идем как мужчины отойдем конечно конечно отойдем иди завершал этот ролик я конечно вот так решаются блогерские матерки да честно с как я к тому отношусь очень несерьезно короче если ахмет хочет решить конфликт я уверен что мы можем спокойно выйти по боксу там поэтому спокойно можно по боксу это решить вопрос поймем я даже не хочу с ним потому что его задавлю давайте по боксу что решить вопрос у марк кремлев я знаю что вы как бы президент федерации бокса до организуйте мне боксерский спарринг не знаю свой гол беда поэтому дайте возможность заработать ахмеду хорошие деньги ему это не помешало бы большое спасибо и зрители напишите своими в комментариях как вы думаете кто выиграет этой гонке все сам был асхаб там а вахмед обиделся и ушел все пока это не мое